Забрать с собой частичку космоса смогли все, кто оказался на площади Славы в 9.07 утра. Ведь именно в это время, в 1961 году, Юрий Гагарин полетел в космос. В это же время стартовал и самый масштабный легкоатлетический забег этого года – космический полумарафон. Эти соревнования открывают лето. Лето походом за своим здоровьем. Соревнования стали традиционными. Мы уже приходим сюда семьями. Эти соревнования не только дают нам здоровье, эти соревнования и сплачивают. Новое настроение, новые ощущения, новые эмоции, с которыми люди приходят для того, чтобы провести с нами этот замечательный спортивный праздник. На текущий момент у нас зарегистрировано более полутора тысяч участников и очень большой интерес вызвал самарской миле. В этом году у нас, как никогда, собралось сегодня большое количество людей. Более 50 городов России приехали так, регионов много учителей. Полумарафон проходит в шестой раз. Он приурочен к первому полету человека в космос. В этом году стартовых площадок было две. Напротив амфитеатра на площади Славы и по улице Молодогвардейской. Беговая дистанция пролегала мимо площади Куйбышева, окружного дома офицеров, Самарского театра драмы, а также мимо памятника Чапаеву. Далее путь спортсменов пролегал по Старой набережной, мимо Жигулевского пивоваренного завода и других достопримечательностей Самары. За призовые места боролись участники всех возрастов. Дети в возрасте до 10 лет сражались на дистанции 600 метров, остальные марафонцы бежали 3 и 21 километр. Участвую в корпоративном забеге на 3 километра и в Самарской миле на 1586 метров. Очень воодушевляет, особенно воодушевляют лозунги, которые придумывают организаторы. Будь первым, вторых не помнят. Я вот уже на самом деле не пропускал еще ни одного космического забега. У меня собралась целая коллекция медалей. В 80-х годах будет установлено бананы и водичка. Модный лет. За ровность дорога в жизни. Всем спортсменам, добежавшим до финиша, вручили медали. Участники, занявшие призовые места, получили дипломы, кубки и ценные подарки от организаторов забега. Михаил Ермоленко, Ольга Волкова, Сергей Баскин. События. Субтитры создавал DimaTorzok